здравствуйте 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 сегодня 16 июня 2016 года канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии сергей и валерий у нас прямой эфир до новой исторической эпохи осталось 506 до 506 дней вот все приветствуют хунту так что хунта привет мы тоже тоже приветствуем так вот у нас такие новости тут в саратове троллейбусы и трамваи отключили потому что денег на электричество нет но я думаю что первая ласочка все начинается с саратова так сейчас поэтому я думаю что ждать недолго то есть другие тоже ощутят это вот две фирмы у нас появились которые хотят вот канал у нас украсть назначены недавно до полгода назад тут один из руководителей города мечтает там что-то с этого поиметь я так понимаю ну навряд ли у нее получится потому что команду дали из самого кремля кому отдать и вот две структуры организовались который недавно я так понимаю специально создана под это о концессии водоснабжения саратов и такая же точно вот новая городская инфраструктура прикамья они шуруют по всей россии двумя руками так ну где-то приезжают создают там какой-то там ростова там я не знаю пырлова там какой-то этот концессии водоснабжения там пырлова и тогда ну и какая-то там из париками а на самом деле это одно и то же и все вытекает из путинского озера вот такие дела чё про эти про троллейбусы с автобусами да в общем то что обещают что завтра они начнут ходить вот мы сегодня мы сегодня обсуждали конечно и последствия вероятности но нужно понимать что все таки даже в том виде в котором они сейчас есть саратове трамвай не трамвай не троллейбусы не выполняют ни малейшей своей роли потому что они точно так же как и автобусы и маршрутки стоят в пробках и мало того что статут пока они еще и создают пробки на это конечно не попыток отключать это под реформировать систему общественного транспорта конечно катаре не отключили троллейбусы именно по этой причине того что был смог отключили троллейбусы смога не стало все очень сильно удивились троллейбусы электрические да причем здесь мог а кака-то пробки они создают пробки я А вообще в Сараты весь транспорт общественный создаёт проб, как это ни парадоксально, потому что едет со скоростью, я не знаю, 10 км в час, кто-то распорядился, что так они должны ездить 10 км в час, это безумие. И в результате вот так. Да, нам передаёт по этому поводу сочувствие, ну, лично мне очень нравится, потому что нет пробок, но, конечно, многим людям это не радость. Я думаю, наши немногочисленные пенсионеры из Саратова зрители сейчас проклинают тебя, потому что... Меня спрашивают слово, расскажи секрет своей молодости, а я и не знал, что я, я всегда сам старым кажусь, жутко, какой я молодой, то забуду что-нибудь, то ещё, как перепутаю. Вот молодая гвардия в Саратове, вот молодёжь, ох как, молодёжь, следит за ремонтом дороги по улице Огородни, вот тут вот на сайте у них. Вот как ты думаешь, чем молодая гвардия в Саратове занимается? Не знаешь. А вот я залез к ним на сайт и смотрю, следит за ремонтом дороги. Все стоят и следят за ремонтом, что за безумие. Причём, интересно, вот вчера на городской думе распределяли 500 тысяч, 500 миллионов рублей на дороге Саратова. Как вы думаете, на что распределили? Господин Сараев очень, вот этот новый, который появился, такое название хорошее, да, Сараев. Ямочный ремонт? Да, конечно, 300 миллионов на ямочный ремонт, это они нам обещали новые дороги, а 200 он не знает куда, вот куда-то они хотят, я понимаю, куда они хотят, он сильно это хочет, вот этим он похож на Путина, что сильно он хочет того же самого. Ну вот, как бы под занавес, представляете, человек попал под занавес, скоро мы их будем выносить, а он так, ааа, ну мне-то дайте, хоть немножко откусить. Пишут, что нас поддержал Зубов, сбросите, пожалуйста, ссылочку, о чём речь идёт. Не, ну Зубовкаев поддержал, имеется в виду, на всех этих политсоветах, да, он как раз был одним из инициаторов, вместе с Касьяном, Касьянов, Резликин, Зубов. Я думаю, может, какое-то интервью или что-то ещё. Не, может быть, да, может быть, был какой-то интервью, ну да, ты прав, ссылка нормальная, конечно. Такие нам вопросы прислали, смотрю трансляцию от 5.06.16, у меня такой вопрос, что будет с сотрудниками МВД после 5.11.17, вы же понимаете, сколько беспредела они творили и остались без наказания, их же будут калечить, если не хуже. Не, ну, во-первых, давайте говорить откровенно, нельзя обобщать, не все одинаковые, да, начнём с этого. Конечно, МВД в том виде, в котором существует, не имеет права просто существовать, безусловно. Конечно, придётся выметать поганые метлы очень многих, и, возможно, даже кого-то незаслуженно выметим, но тут мы, в любом случае, мы никого незаслуженно не посадим, вот это я могу обещать. А выметим, ну что ж, найдут люди другое себе место. Обновлять милицию придётся полностью, сверху и донизу, потому что, ну, я бы не сказал, что осталось там много каких-то особых профессионалов, ну, такого порядка людей мы найдём. Но почестнее, да, ну, я думаю, что очень сильно не обидятся, в общем-то, те люди, которые были, ну, выполняли свои обязанности честно, да, вдруг оказались не у дел. Ну, найдут они себя в жизни. Кроме всего прочего, я думаю, пенсионеров не обидят. Поэтому, вот, так на них ериться, что во всём виноваты менты, я бы не стал. Ну, понятно, что не во всём виноваты. Есть, конечно, доля вины отдельных, и взятки берут, мы знаем, там, наркотиками, там, что только не делают. И преступления совершают. Ну, это же, во-первых, не все делают, а, во-вторых, ну, вы скажете, что служат системе. Да, служат системе, но мы видим, как многие саботируют. И в то же время мы видим, как многие занимаются бизнесом. Вот этих мы, конечно, накажем. Безусловно, те, которые используют сейчас правоохранительную систему для тёмного, там, серого, чёрного, какого угодно бизнеса, то есть наркотики, проститутки, ну, мы всё это знаем, да. Ну, конечно, они будут наказаны, потому что, во-первых, вот спрашивают, а как изобличить? Ну, изобличить-то очень просто, для этого технические средства существуют. Ну, придётся всем, во-первых, на полиграфе пройти. Безусловно, и судьям, и ментам, и прокурорам, всем придётся пройти тестирование на полиграфе. Ну, там посмотрим ещё. Причём, для этого мы пригласим, я думаю, зарубежных специалистов, потому что, ну, здесь таких, во-первых, очень мало, во-вторых, аппаратуры очень мало. Я думаю, что мы сделаем это по полной программе. То есть, это такая, может быть, это будет компанейщина, может быть, здесь, я говорю, кто-то пострадает там незаслуженно, но у нас нет другого выхода. Это нужно понимать. Я от себя дополню вопрос. Как с сотрудниками ГАИ? Вообще ГАИ, вот, ГАИ, как класс, даже неинтересен, да, вот, посмотри, что сделали в Грузии. В Грузии распустили ГАИшников, что от этого стало больше дороже транспортных происшествий, гораздо меньше стало. То есть, нужно идти по тому пути, по которому весь мир идёт. Чем занимается сейчас основная масса, ну, в основном работники ГАИ? Они эвакуируют наши машины, получают деньги за это, да, тысячу рублей там с машины. Они на дорогах там кого-то ловят, стригут. Они что, какие-то профилактические мероприятия, что ли, проводят? Это профилактика такая, у нас деньги забирать. Ну, нафиг, пусть наши деньги остаются у нас. Зачем это нужно? Пишут, что Зубов дал интервью на радиостанции «Эхо Москвы», в котором нас поддержал. Посмотрим, мы не видим. Да, я посмотрю. Нет, ну, дело в том, что Зубов очень умный человек, очень приличный человек, очень приятный человек во всех отношениях, в том числе в общении в политике. Потому что есть масса приятных людей в общении, вот, ну, в бытовом каком-то политике они ужасные, ну, совершенно ужасные. Ну, Зубов, конечно, ну, и русский интеллигент, что скажешь. Поэтому я даже и не сомневаюсь, что он такое интервью нормальное дал. То есть, у меня даже сомнений быть не может. Такой вопрос прислали. Как можно влиять на мозг планктона без применения силы? Зачем? Мозг планктона – это же инстинкты. Зачем на мозг влиять? Нужно вот как-то там каких-то вожаков, какие-то там сигналы специальные. Ту-ту-ту-ту, там раз, они все собрались. Ну, это вопрос, как вы будете перековывать вату? Нафига нам ее перековывать? Вот есть телевизор, вот есть там какие-то халдеи, которые по этому телевизору что-то рассказывают для ваты, ну пусть рассказывают, какая разница, ну вот Путин был там героем и царем и вообще и богом, да, теперь вот он станет там злодеем, я не знаю, преступником и все, и будет все то же самое, это вата будет ходить и рассказывать друг другу, да ты знаешь, да я же тебе всегда говорил на кухне, Причем многие из них, вот обратите внимание, которые да, 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 там они слушают Киселева, но все-таки критичность мышления не потеряли, они время от времени говорят, да, это конечно вот так, ну а почему вот это, а почему вот то, понимаешь, какие-то вворачиваются, сейчас им совершенно непонятно, почему же Путин сделал так, что НАТО стало вооружаться, То есть они сидели там, курили бамбук, у них денег на зарплату не было, Путин что-то учудил, теперь НАТО вооружается, нам говорят, вон, видите НАТО, вот они нас хотят завоевать, а что они раньше не хотели завоевать, когда у них не было нифига у этого НАТО? Что делать, если на заводе у тебя обнаружили 0,2 промилле, хотя пил лишь квас? Ну вот сложный вопрос, я в этих делах не очень разбираюсь, но в любом случае, я думаю, нужно обратиться к тем, кто решает трудовые споры, юрист, потому что в любом случае, как бы здесь нужна профессиональная помощь, здесь недостаточно спросить у Мальцева, он скажет что-то по телевизору, да, здесь уже технические вопросы нужно решать. Вообще, конечно, такой сложный вопрос, то есть человек пил квас, дали там кефир, его раз прицепили, говорит, ты пьяный, мы тебя отстраняем от работы и все. Мальцев, я ваш сторонник, но создается впечатление, что вы подсадная утка ФСБ, иначе вас и ваши сайты должны были закрыть принудительно, опровергните, если сможете. Можно я на вопрос отвечу, а как вы заблокируете Ютуб? Ютуб невозможно заблокировать. То есть из-за негодяя Мальцева заблокируют всю сеть Ютуба, но мы помним попытки заблокировать Википедию, там же какую-то одну строчку в какой-то статье, да, но как-то не получилось у них. Да, во-первых. Во-вторых, с самим Мальцевым достаточно сложно разбираться, потому что если начать разбираться, то это только увеличивать количество просмотров. Все, что я должен был сказать, поймите, вот все, что я должен был сказать, я уже сказал. Все, что я должен был сделать, я уже сделал. Главное, чтобы об этом узнали все. Вот про пятый, одиннадцатый, вот те тезисы, которые мы здесь, так сказать, высказываем. Главное, чтобы все узнали, потому что все, что я делаю, это постоянное повторение. Вы обратите внимание, да, это постоянное повторение. Приходят новые люди, ну, предположим, если активно начнут разбираться с Мальцевым, показывать про это будут по центральному телевидению, везде писать и так далее. Ну, что ж, здесь будет не сто тысяч просмотров, а все это просмотрят миллионы людей. Появятся новые Мальцевы, безусловно, святое место пусто не бывает. Поэтому они это прекрасно понимают. Я помню разговор с Вячеславом Викторовичем 8 мая 2006 года, наша последняя встреча, когда Олег говорит, вот, Вячеслав, вот, ты потратишь 100 тысяч долларов на то, чтобы там вот нас разнести, а мы потратим 300 на то, чтобы разнести тебя. Что получится? Я сказал, ну, что, Олег, получится? Ну, мой авторитет вырастет на 400 тысяч долларов. Вот так. Значит, они это прекрасно понимают, поэтому они не собираются ничего пока тратить. Ну, мы, вопрос правильный, в каком плане? Мы подошли к выборам вплотную. Какие решения они будут принимать, я не знаю. Так. На радио сегодня про нас рассказывали. Да, ну ты расскажи, что там было. То вот пишут нам тоже. Я сам не смотрел, но вот посмотрел Сергей и посмотрел Валера чуть-чуть. Ну, в общем-то, рассказали сегодня на радио. Вести, ФМ, есть такое прекрасное радио, наверное. Савовьёв там сидел, и какая Джей. Я даже забыл, какую фамилию. Марина, не то Юденич, не то Веденич. Не очень известная лично. Мягко говоря. Но мы вот, все, кто здесь присутствует, у нас здесь достаточно много впервые слышали эту фамилию. Однако вот эта Юденич или Веденич, она сказала, что, безусловно, у Мальцева есть какая-то мизерная аудитория. И я как-то сразу решил подумать, а какая аудитория вот у этой Веденич-Юденич вместе с Соловьёвым. И выяснил. Ну, в общем-то, это не какие-то секретные данные. Можете любой желающий посмотреть на Википедии. Есть статья, называется Вести, ФМ, радиостанция. И, в общем-то, там есть в том числе их аудитория. И аудитория их недельная составляет 664 600 человек. И, в общем-то, выяснилось, что аудитория сопоставимая абсолютно с нами. Причём с арт-подготовкой, а если ещё взять зеркала, то получается, что в три раза меньше у них аудитория, а у нас оказывается мизерная. Ну, может быть, конечно, не в три раза, но... У нас в среднем в день 380 тысяч просмотров. Вот сейчас уже, ну, я имею в виду на арт-подготовке и на всех зеркалах, которые люди как-то учитывают. Вот уже три человека нам сообщили, какие-то там диаграммы рисуют. Я не знаю, я рассказываю рассказанное. Из того, что она сказала, это было самое адекватное. Дальше началось что-то про то, что ты, оказывается, один из главных людей в партии «Великая Россия». Я не стою в партии «Великая Россия». Да, вот Валер мне рассказал, что эта дама сказала, что я состою в этой партии, а там состоит ещё Савельев Андрей. А Андрей Савельев думает вот так, а значит, и Мальцев тоже думает вот так. Вот интересно, вот эту даму кто-нибудь трахает, вот тот, кто её трахает, он же, наверное, как-то думает. А он, наверное, думает не так, как она. Вот она не задавалась вопросом, что два человека, даже если они спят вместе, они, наверное, по-разному думают. А если вот Савельев Смальцев, по её мнению, состоит в одной и той же партии, то они думают одинаково. Во-первых, мы не состоим в одной и той же партии. При всём моём уважении к Андрею Савельеву я не являюсь, как она сказала, монархистом. Это вообще чушь полная. Вот те люди, которые слушают, они же понимают, что человек, который настаивает на том, чтобы в России была прямая демократия, просто настаивает и борется за это, он никак не может быть монархистом просто по определению. Он может быть анархистом, он может национал-демократом быть, кем угодно, но монархистом никак тут не катит. Поэтому странно она как-то даму это себя повела. И вот, что мне понравилось, позвонили с дождя, там эту ссылку надо дать, интервью моё, значит, просили, чтобы мы повесили у себя ссылку. То есть там на дожде не считают, что у нас мизерная аудитория и просят покрутить дождь. Мы с удовольствием это делаем. Нам не жалко, да. Да, нам не жалко. Ну и для тех, в закрытии темы вот этих вот вестей, да, чтобы вы понимали, это радиостанция, которая вещает, во-первых, 24 часа в сутки, во-вторых, она вещает, в общем-то, в любом радиоприёмнике, то есть у них аудитория, потенциальная аудитория намного больше. То есть у нас нет аудитории пенсионеров, у них есть аудитория пенсионеров, у нас нет аудитории людей, которые ездят в машинах, в поездах, в самолётах, у них есть эта аудитория, то есть у них потенциальная аудитория намного больше, однако почему-то слушают их примерно столько же, ну там, я не знаю, несущественно различается наша аудитория, наше количество просмотров и их количество слушателей. Теперь внимание, вопрос, а если бы мы вещали 24 часа в сутки? Мы вещаем там 1-1,5 часа в день, да, и нас слушают примерно столько же, сколько и их. И при этом они ещё кормят целый штат, мы только здесь, только штатных всяких ведущих, журналистов, руководства, только штатных насчитали 30 с лишним человек, которые у них вот здесь вот в Википедии указаны. Я думаю, что у них там ещё всяких, помимо журналистов, ещё и анонисты внештатные есть, и они тоже там кормятся. То есть, я думаю, что у них, в общем-то, бюджеты, мягко говоря, чуть больше, чем у нас, однако почему-то аудитория у нас почти одинаковая. Что если не будет революции, пишут? Тогда не будет России. Мне вот абсолютно очевидно, что нынешняя власть уничтожает Россию, если её не остановить, она уничтожит Россию полностью. К новостям тогда. Да, а что там ещё Соловьёв сказал, вы говорили, что там там? Да, Соловьёв ещё под конец этой всей истории сказал о том, что... Ну, там речь шла о том, что националист-монархист, и он сказал, что национализм придумал кто-то, кто написал донос на Ходорковского не так давно. Почему вообще речь, я не понял? Это всё придумал Черчилль в 18-м году. Что же, человек в голове национализму? Ну, 10 лет, надо же, я... Да, но оказалось-то, что он приличный человек, Соловьёв, и он всё-таки не только ругает, похвалил, не поверите никогда кого, без всяких намёков, но похвалил нашего любимого Яшина. Сказал, что это единственный человек, который... Надежда человечества. Надежда либералов. Это единственный вот человек, который, он что-то там... Какое-то уважение к нему испытывает. Надежда Путина на то, что у либералов ничего не получится. Что... Надежда Путина, что Мальцев не возьмёт у либералов, так сказать, соответствующее место и не выиграет эти выборы. Да, мы тут посовещались, подумали, что могло больше унизить Яшина, чем похвала Соловьёва, и не нашли какого-то... И вот у меня всю жизнь так, вот представьте, вот я только вчера думал, вот я делаю какое-нибудь большое дело, а под ногами у меня Яшиной. Вот всё время, вот люди катут. Ну вот что-то они там, у них своё какое-то, свои интриги. Я что-то замышляю какое-то гигантское там сделать, вот что. И тут вот какая-то мышиная возня. И приходится бежать по этим мышам, а они потом пищат и орут. Ты нас раздавил, ты сволочь. Ты интригант, ты хотел нам сделать больно там и так далее. Да раступитесь нафиг, вы мне не нужны, я занимаюсь другими делами. Я на вас и внимания не обращу, ребята. Я занимаюсь другими делами. И вот это вот меня больше всего удивляет. Пишет, не обижайте Яшина, отличный был вратарь вопросов. Да, вратарь Яшин прекрасный мой. В подмосковном Фрязе горит мебельная фабрика. Ну, вот мы видим, что постоянно в последнее время, ну, наверное, в неделю три раза горят какие-то фабрики, заводы, какие-то промышленные объекты. И это так и дальше будет продолжаться. Причем, если мы возьмем статистику Советского Союза, ну, вы представляете, насколько больше было фабрик, заводов там и всего остального, а пожаров было меньше. Причем сейчас мы знаем, принудительно заставили всех повесить пожароохранную сигнализацию. Где-то автоматические системы пожаротушения сделали, и все равно везде пожар, и все горит нафиг. Вот вопрос, почему? То есть ответа мы не можем получить внятного. Там, я понимаю, есть какие-то академики пожарные, которые пишут какие-то диссертации. Ну, может, они, конечно, все друг у друга воруют их, как диссернет нам, так сказать, доказывает. Ну, может, не все плагиаторы, но кто-нибудь может включить мозг, почему это происходит. Ну, насчет систем пожаротушения, они сейчас очень даже продвинуты. И, кстати, в Саратове есть завод, которым конкретно этим занимается. Поэтому, я думаю, если бы все устанавливали современные методы пожаротушения, этого бы не случалось. Ну, может, и так, не зла. Да, и вот нам тут пишут, опять нам уже напоминают, спасибо вам за это, напоминают про лайки. Да, мы вчера посмотрели в очередной раз, в общем-то, в онлайне, наверное, да, мы вчера все-таки рекорд поставили. Ну, я уж не знаю, может, там, 3 года назад, там, 2 года назад были какие-то другие цифры, но за последние полгода в онлайне мы вчера собрали максимальное количество лайков. И, в общем-то, это говорит о чем? О том, что нет ничего невозможного. И если нас смотрят там, ну, около 15 тысяч, будем так считать, да, 15-20 тысяч в онлайне, то 5 тысяч лайков – это вполне реальная сумма. Поэтому давайте мы ее теперь будем не как рекорд, а как вполне себе разумеющиеся вещи ставить. И, в общем-то, это призыв в очередной раз вас поставить. Лайк этому видео. Спасибо. Строители замуровали самарского пенсионера в собственном доме. Да, жуткая, конечно, история. Человек проживает, я так понимаю, никого не трогает. Там кто-то хочет какие-то строители для обманутых дольщиков возвести дом, а этот дяденька не хочет из своего деревянного дома уходить. Ну, ему бетонную стену прямо перед дверью возвели. Ну, с подобными вещами мы сталкивались уже. Я так понял, скорая помощь не могла туда проехать, пробивали этот забор, а потом суд порешил, что 20 тысяч должны заплатить. За порчу забор. Понятие неготорного иска никто не отменял. Если суд принимает такое решение, которое не устраняет препятствия к пользованию, то это не пойми какой суд. Это в Древнем Риме. Понятие неготорного иска, да, это древнеримское понятие. То есть всегда было абсолютно ясно, что если тебе препятствия к пользованию какие-то возвели, то они должны быть устранены. Если это там твоя собственность, то, значит, какие-то сервитуты должны быть и так далее. Ну, если ты кому-то создаешь препятствия, препятствия, да, значит, там какой-то накладывает сервитут, для того, чтобы было водопользование, или дорога какая-то, или еще что-то, понимаешь? И вдруг вот такое дело. Человека закрыли, и говорят, слышь, а ты еще 20 тысяч должен за то, что ты сломал забор. Хреневая просто. Вот как юрист просто волосы дыбу на голове шевелюсь. То есть, как тогда сказал определенный товарищ, да, про юристов, проктологов, вот они как раз сейчас к власти пришли, везде эти юристы, проктологи. Да, и нужно понимать, что там жил не один человек, а четверо, один из которых уже умер, видимо, вследствие вот этой блокады, да, этого дома, который обнесли бетоном, конечно, совершенно жуткая ситуация. И все суды говорят, что все хорошо, хотя вот СМИ пишут, и, в общем-то, нет оснований им не доверять, пишут о том, что документов на строительство там еще никаких нет, то есть, никакого даже формального. В общем-то, оправдания для того, чтобы там как-то людей забором обносить, их нет. То есть, просто, в общем-то, доводят человека до того, что завтра-послезавтра он умрет, вот, и прекрасно. Тупо рэкетируют пенсионеры. Да, то есть, это совершенно обычный рэкет, как бы классический, когда пишут, что там, мы возвращаемся в 90-е годы, а мы разве из них выходили, вот они 90-е годы, все то же самое. Не, ну, в 90-е все-таки не пенсионеров рэкетировали. Ну, да. В банке Казани 14 миллионов рублей заменили билетами банка приколов. Человек пишет, Мальцева за Хербаду повесит. Ну, на завтра извинись, пожалуйста, я тебя прошу, и все станет сразу нормально. Такие вещи не надо мне писать, мой тебе совет. Написал, причем, Иисус Христос. Да, вот. И такие ники лучше не брать. Вот мой совет, не брать такие ники и не писать такие вещи. То есть, ты мог бы назвать меня дураком, кем угодно. Не надо про это упоминать, потому что, ну, завтра напишешь извинение, и все будет нормально. Так, да, банками приколов прикололи инкассаторов, да, они привезли выручку, а там 14 миллионов бумажек, они как-то называются эти... Билеты банка приколов. Нет, а там... Бубли, бубли, да. 14 миллионов бублей. А тот, кто выпустил вот эти билеты банка приколов, он на это, собственно, и рассчитывал, что будут их покупать именно по этой причине, что их можно врулить там каким-то слепым людям и так далее. То есть, это... Она же не как бы... Точная подделка, но это все равно подделка. То есть, в расчет на то, что люди лохнутся. Новосибирский слесарь продал 15 локомотивных колодок, чтобы купить себе еды и папа под суд. Ну, что ты скажешь? Ну, вот 15 штук какой-то фигни, да, продал, чтобы купить себе тупо еды. Почему слесарь голодный в России, а? Вопрос такой вот. Дяде Вове Путину, Медведеву. Ну, ладно, это был бы бомж. Алкаш. Слесарь-то почему голодный? Ну, вот для меня это загадка. То есть, до того довели страну, что востребованная специальность оплачивается таким образом или вообще не оплачивается, что люди голодают. Ну, что тут скажешь? И когда говорят, вот там революции не будет. Да как же ее не будет? Вы что? Хоть один шанс, чтобы ее не было есть, ее бы не было, если бы вот этот слесарь был сытый. И ему не надо было воровать эти колодки. И он работал бы слесарем, и все было бы у него классно. Как нам Медбрат, да? Один из Соединенных Штатов пишет, который там получает 14 тысяч долларов. Нормально. Не надо что-то воровать там бинты, или там лекарства, в таких деньгах. И человек чувствует себя вполне уверенно, вполне, в общем-то, на двух ногах. Или человек, который работает, а еще должен что-то там придумывать, чтобы семью прокормить. То есть, стоит фактически на одной ноге. Житель Москвы попал в больницу после игры в русскую рулетку. Вячеслав, гнида радуется, когда ты расстраиваешься, не ведись, ты нам нужен. Да и это понятно, то вот только зря они радуются, потому что, когда я расстраиваюсь, они потом очень сильно расстраиваются. Это нормально. Такая энергия, она тоже нужна, что у нас плохие новости, в конце концов. Да, вот житель Москвы меня потряс совершенно, причем играли в русскую рулетку, один другому в башку стрелял. Ну, в русскую рулетку это вроде сам себе стреляешь, тем более из травматического пистолета стреляли, насколько я понимаю, не из-за револьвера. Как из пистолета играть в рулетку, я не понимаю. Вот мне кто-то объяснял, я так и не врубился, ну, потому что застрелишься сто процентов. Как бы ты там не выдумывал все эти приколы с пистолетом. Да, если еще поддатый и стреляешь товарищу в башку, ну, в конце концов, ему, конечно, ее разобьешь. Вот даже слов нет. Ну, сразу вспоминаются всякие западные фильмы, да, и представления о русской жизни, что обязательно в России медведи на улице, и играют все, пьют самогон и играют в русскую рулетку, при этом надо крутнуть барабан и сказать, судьба индейка, а жизнь копейка. И пшк. Классно. Это вот по мнению, так сказать, западных товарищей. Ну, видишь, вот, кое-где они правы, да. Ну, медведей нет на улице, всех браконьеры перебили. Там самогон тоже не все пьют, потому что Ротенберге столько незамерзайки выпустили, основная масса ее и глотает, да. А и вот в русскую рулетку играют, пистолеты причем. Вот, кстати, шутки шутками, а кто в Европу достаточно часто ездит, я вот в свое время ездил, Обаму мне там 10 миллиардов я привозил, и на самом деле достаточно много людей, ну, молодежь в частности, они на полном серьезе думают, что у нас ходят... То есть это не какие-то там умственно отсталые люди серьезные думают, что ходят у нас по улицам медведи, пьют водку, там, в валенках с балалайками. Медведи в валенках с балалайками пьют водку. Не, ну, не до такой степени, но там на самом деле очень многие люди так действительно думают. Ну, конечно, кто постарше, кто уже в Москву ездил или еще куда, они, конечно, представляют, что все немножко не так. Хотя, с другой стороны, если представить какого-нибудь Норильска, например, я думаю, что они недалеки от истины. Там каждую зиму появляется новость о том, что там в центре Норильска спал медведь на лавочке. Я помню, это прекрасная новость. Вот. То есть я думаю, что они недалеки от истины. И вот человек нам опять задает вопрос, что мы так и не ответили на его вопрос, почему наши сайты не закрывают ФСБ через суд. С уважением, Леонид из Израиля. Леонид, я вам советую почитать, что такое сайты и что такое каналы. Мы вещаем на канале Ютуба. Ютуб, американский канал, который зарегистрирован в Калифорнии и подчиняется всем судам Калифорнии. И если сейчас вдруг ФСБ решит ради Вячеслава Мальцева заблокировать весь Ютуб, мы только за. Вот все, что нам нужно, вы нам пришлите, все документы, какие нам нужны, чтобы заблокировали Ютуб ради Вячеслава Мальцева. Потому что я не представляю, какое тогда будет у вас количество просмотров. Мне кажется, вы всех этих, как они там танцуют, этот китайский мальчик так же не танцевал, помните? Блин, я забыл, как его зовут. Ладно. Я думаю, что вы побьете все рекорды просмотров, потому что вся Россия останется без Ютуба из-за Вячеслава Мальцева. И каждый, кто на Ютуб заходил, подумает, что же это за Мальцев такой, будет искать другие сайты, которые, естественно, тут же перепосты возьмут. Но, в общем-то, это элементарные вещи, которые всем понятны. Закроем эту тему. Вячеславу подчиняется только Обаме. Что ты хотел? Тут как раз, да, предстоятельствах. В 2005 году Обам Саратов приезжал, это вообще известно. И не только Обам, в общем-то, часто сюда делегации приезжали. Вот, кстати, к медведям и этим балалайкам. Вот все, кто приезжал летом, в том числе, я так понимаю, Обам летом, я уж и забыл. Летом, не летом, приезжал. Ну, вот, что-то тепло было. Да, жарко было, жарко, жарко. И вот все спрашивали, то есть, говорили, мы потрясены. Ну, почему? Ну, здесь же жарко. Да, как же вы хотите. Там приезжал, ну, в Саратове летом под 40 всегда. Он говорит, а как, ну, мы там думали в Тулупах надо ходить в Саратове, а тут под 40 градусов. Поэтому... Широка и необъятна наша страна. И вот человек еще... Ну, это я к тому, что Обам тогда не был этим, никаким президентом, он был сенатором, там, Палпатином, да. Палпатином, да. Человек спрашивает, вы постоянно говорите, что то или иное уже сказали. Повторяйте, повторите, пожалуйста, для новеньких или скажите, в какой серии искать. Могу посоветовать. В 10 или 11 июня был 3 года. 3 года программам нашего канала артподготовка, ну, в смысле, вещанию. Вещали вначале на Джастин ТВ, потом на Юстриме, и потом, ну, правда, выкладывали это и на Ютубе, и потом стали на Ютубе. Полноценно перешли. Но могу посоветовать, у нас в описании есть ссылка на нашу страницу ВКонтакте, и там на стене, если немножко полистаете, ну, не так много там надо полистать, там есть видео примерно часовой. Это нарезка из всех эфиров за прошлый год по основным таким моментам образования, здравоохранения, там, полиция и так далее. То есть, такими тегами оно разбито. И, в принципе, там достаточно подробно наш соратник сделал. Кстати, большое ему за это спасибо. Вот. И поэтому, если хотите вот именно с такой, условно скажем, программой ознакомиться, то вот там все нарезано, можете посмотреть. Давайте, да, по новостям. На Алтае школьник покончил с собой из-за результатов экзаменов. Ну, это вообще жуть, конечно. То есть, в нормальном обществе такого не должно происходить, независимо от результатов. Даже если они какие-то плохие, ну, как-то должна осуществляться помощь, по крайней мере. То есть, те же люди, которые учительствуют, там, они знают, на что человек рассчитывает и, в общем-то, так сказать, его отношение к учебе. Поэтому, это жуть. Это просто очень плохо. В сети продолжают высмеивать российских болельщиков на Евро в 2016. Да, тут и вот и Шарли до карикатуры и каких-то этих вот фотографий вот мне понравилось вот такого порядка. Вот эту вот даму, которой распятого мальчика воткнули зачем-то. Ну, вот сама фотография безотносительно вот этого текста, конечно, чудовищный мужика какого-то тащит готового. Ну, что скажешь, люди так развлекаются. Я думаю, что лучше, конечно, если они поймут, что делом надо заняться. Футбол это хорошо, все прекрасно, что там, камеры не работают. Да, ну, надо делом заняться. 5-11-17-го года пусть они с нами все это сделают, потом могут и забухать. Ничего страшного. В Петербурге установили памятную доску Маннергейму. очень много в сети людей, которые протестуют. Потрясающе, да, там в Петербурге мост Кадырова назвали, это нормально. А доска Маннергейма спрашивает, а почему не Гитлера? Ну, вообще, Маннергейм, кто в курсе, он и генералом был царской армии, командовал и кавалерийской дивизии и участвовал в Первом мировой и в русско-японскую войну и на Дальний Восток ездил туда с миссии в Китай, на самом деле она разведывательная была, карты он рисовал, я читал его воспоминания и конюшиным главным у государя он был и там лошадей этих покупал по всему миру. приличный человек при этом при всем не заработал ни копейки я говорю у него пальто так называемое пальто пяти войн было одно пальто всю жизнь человек носил и когда он в общем-то стал маршалом Финляндии да, ну, наверное, он должен был о Финляндии думать а не о Советском Союзе он выдержал войну с Советским Союзом в начале финскую войну так называемую у нас зимнюю да и причем достойно выдержал причем когда при подписании договора его все-таки обманули да, мы же прекрасно знаем, что я могу только ошибаться по времени что договоренность была прекратить огонь с часу дня а документы подписывались утром и финны не стреляли в этот момент Сталин отдал приказ и была массированная атака и у финнов отжали очень много территорий благодаря вот именно такому коварному плану так что я думаю что он должен был сильно заточиться обидеться но при этом мы знаем что во вторую мировую войну финны не атаковать то есть они окопали сидели курили и все а потом заключили договора с союзниками и вообще вступили в войну против фашистской германии то есть с точки зрения стратега конечно как финского политика он делал все правильно я думаю умный человек был вполне так скажем для своего времени даже суперпорядочный образованный потому что то время в то время как как не странно было очень много суперпорядочных людей ну и очень много было негодяев между между этим как прослойка была небольшая либо либо такие либо такие да вот маннергейм приличный человек был и то что ему висит мемориальная доска что он там проживал ночью проживал да не проживал командовал в этом здании находился его подразделение я так понимаю ну владимирский полк я так понимаю Владимирским полком командовал Ну, Владимирский полк, значит, кавалерийский у Ланова, вот, ну, 13-й, 13-й, да, он какой-то Владимирский, погуглите, а то я, у меня бывает клинит, вот, и, ну да, ну, и чё, ну, командовал, ну, воевал, ну, да, получилась такая ситуация, когда он был уже финским руководителем, он вынужден был воевать с Советским Союзом, и чё с этого-то, он фашистом, что ли, стал там евреем, в печах сжигал, чё он сделал-то, за чё, за чё его надо обижать? Ну, вот, сегодня писали, что небо Ленинграда плачет слезами блокадников, то есть, Маннергейм, видимо, убивал блокадников в Ленинграде. Ну, не, ну, конечно, он участвовал во всех этих делах в качестве руководителя, но у него какой-то, ему какой-то другой шанс был дан в жизни, вообще, Финляндии кто-нибудь дал другой шанс? Вот, посмотрите, что могла Финляндия, в том мире нужно было принять чью-то сторону, то есть, началось всё в рамках Второй мировой войны, а в 39-м началась, уже в рамках этой войны была война между Советским Союзом и Финляндией, и это выбор не Маннергейма был. Поэтому, ну, все были поставлены на рельсы. Масса людей, которые никуда не могли деться, и я не имею в виду лидеров великих держав, хотя у них тоже, ну, я ни в коем случае не оправдываю Маннергейму по той простой причине, что моё оправдание ему абсолютно не нужно. Он у финнов герой, даже с точки зрения знака доброй воли и доброго отношения к финнам, можно было бы повесить уже эту табличку, да? То есть, чтобы сказать, видите, вот у нас всё нормально, с вами там дружбы, да, бомбы нет, Маннергейм подписал все документы о мире, которые были, и, в общем-то, почему-то Кадыров, который, да, там, призывал убивать русских солдат, а потом перекинулся на сторону Путина, он патриот России. А Маннергейм, который перекинулся на сторону Советского Союза, он не патриот, а почему? Какая разница? Да, то, что Маннергейм приличный человек, я думаю, ни у кого вопросов по этому поводу не возникает. Вопрос только в том, стоит ли ставить ему мемориальную доску в Питере, я думаю, только это вызывает споры. Но в данной конкретной ситуации, когда мост называют именем Кадырова... Ну да, я вот как раз, это очень, меня потрясает, вот это всегда связь, это почему-то специально делается, мне кажется, в информационном мире, то есть, всегда есть логический закон, закон тождества, когда сравнивают одинаковое. И вот в соответствии с этим законом происходят одинаковые события, вот мост Кадырова и табличка Маннергейма. В Германии обрушился строящийся автомобильный мост. Ну, видишь, у нас рушится построенный, там строящийся, какие-то люди строили мост, он у них упал, тут многие написали, что не только в России падают мосты, но и в Германии упал, вон оно как. Транскам полностью закрыт из-за камнепада. Вот мне пишут, только что ты говорил, я говорил, что чуть-чуть в Сочи сделали, чтобы камнепадов не было, помнишь, два что ли дня назад, и там вот, ну да. В Сочи освободили из заложников захваченную отцом 12-летнюю девочку. Ну, как я и говорил, это точно никакая не заложница была. Ну, какая заложница? Ну, папа напился, закрылся потом, приехали, мам, мам вызвал ментов, приехали менты, то есть, там шухера было больше, чем реально чего-то. Поэтому, ну, вот, слава богу, все закончилось хорошо. А то еще менты пошли бы на штурм, начали бы там бросать гранаты, я не знаю, что они там. Те, которые по 15 тысяч стоят, помните, золотые гранаты. Ну, да, да, как, это светошумовый гранат, сколько стоит у них? Одиннадцать с половиной тысяч, или, может, даже 15, я сейчас так уж не помню. Это оптом они закупают, петарды за такие деньги, светошумовые гранаты, ну, уже охренеть. Не, ну, я говорю, они, скорее всего, золотые, там просто стружка, не, как это называется, серебряная стружка, как она называется? Алюминиевая пудра. Алюминиевая пудра, да, алюминиевая пудра. А там вместо алюминиевой пудры, там золотая стружка, то есть из чистого золота. Ну, она не взорвется золотая. Ну, зато красиво. Зато красиво. Во-первых, потому что это красиво. Во-первых, это красиво, да. В центре Москвы на Страстном бульваре установили огромный каменный череп. Да, фотка-то у нас есть? Нет, а что-то вы фотку черепа не вставили. Народ удивился очень этому черепу. К чему там его поставили? Там какая-то очень странная история. В общем, на самом деле поставили ее, конечно, не к чему, но организатор сказал, что таким образом это, во-первых, к фестивалю наш продукт. Череп огромный к фестивалю наш продукт, и символизирует он наших каких-то, значит, крестьян, которые там такие же бойцы, как и, в общем-то, военные. То есть какой-то фарш в голове. Нет, все правильно, понятно, что крестьяне, они сделали не меньший вклад, и там про них никто ничего не говорит, но при чем здесь голова-то каменная. То есть ответы на это... Она символизирует павшего богатыря. Павшего богатыря... Нет, подожди, не павшего богатыря. Ну да, павшего богатыря, но при этом еще и... То есть мы даже не можем понять, что там написано, потому что написано полная чушь. И кроме того, мертвая голова – один из образов, используемых в христианской символике. Но у меня ассоциации только с подразделением СС, если честно. Мертвая голова, да. То есть тут такой комбо – это СС, это, значит, эти крестьяне, это павшие богатыри, и это фестиваль «Наш продукт». Все это на фестивале «Наш продукт». Что-то там про Шария пишут, что-то он там опять про нас сказал. Я бы вот ему не рекомендовал, он в Литве живет. А с точки зрения даже безопасности, представляете, в Литве моих зрителей больше, чем где-нибудь ни было. То есть их ровно такое же количество, сколько в Латвии, только в Латвии более 50% человек, проживающих русскоязычные, а в Литве – 5%. То есть практически все русскоязычные в Литве смотрят Мальцева. Зачем он это делает, я не знаю. Он нарвется жестко. Причем, я говорю, мне звонили уже люди, и я их останавливал. Я говорю, не надо, ничего не надо. Он говорит, мы его найдем там и, в общем, пинка выдадим. Ну, конечно, многие говорят, что он ни в какой ни в Литве, а уже давно в Голландии находится. Но тут мы уже знать не можем. Про нас тоже говорят, что мы в Гетебурге, поэтому тут говорить ничего не будем. 67-летнему ростовчанину грозит реальный срок за разжигание международной розни на просторах всемирной паутины. Вы знаете, за чего сажают 67-летнего? Нет. Там за украфашистов его сажают. Да. То есть за то, чего этот Киселев каждый день вещал тут вот в течение почти двух лет. по телеку Соловьёвы, Киселёвы, там Прожида Бендеровцев, украфашистов. Вот дедушка, он в это всё поверил во всю эту херню и написал это там где-то у себя, 67-летний. Теперь его в тюрягу тащат. Вконтакте он написал. То, что Киселёвы все эти, они каждый день рассказывали. Ну, Киселёвы можно, они же Министерство правды. Да, представляешь, дедушку за это тащат в тюрьму, вообще просто отказ. По-моему, это очень хорошо, с одной стороны. Конечно, понятно, что дедушку жалко, вопросов нет. Но теперь представьте, если они будут судить ещё и всех тех, кто их официальную позицию придерживается, по-моему, более выгодного хода для нас. Ну, понятно, у них там вообще в башке такое, я говорю, 84-й год, Орелл, то есть раз и 180 градусов, чик, на 180 градусов, ещё один оборот, на 360 и так далее. То есть каждый день они, новые водные идёт, дедушка, конечно, в Министерстве правды не работает, он этих водных не знает, тем более ему в уши нассали, у неё там в голове, представляешь, что у этого дедушки. Он там выдаёт на гора, а его раз и в кандал выйдет, а он и не поймёт за чё. Жесть, конечно. В Дагестане силовики преследуют группу боевиков. Да, ну так напреследовали, я так понимаю, что трое бойцов ранены. В Дагестане вообще что там происходит, пока непонятно. Я думаю, что истинную информацию мы только, может быть, если нам напишут оттуда люди, которые иногда становятся свидетелями всего этого и пишут нам. И мы из-за этого знаем. Не, ну мы можем, в общем-то, опыт есть, спрогнозировать, что там, конечно, происходит, потому что там происходит полная херня. Вот, ну, вот, боестолкновение очень сильное вот это. Я так понимаю, что здесь десятая, сотая доля того, что там происходит, реально. Посмотрим. Парламент Чечни объявил о досрочном самороспуске. Я так понимаю, что они хотят избираться вместе с Кадыровым. То есть, для них это принципиальный вопрос. Так они когда-то там должны, не пойми, когда избираться. А это вот все вместе, чтобы, ну, во-первых, и денежек поменьше тратить, и чтобы, в общем-то, это последний выдох господин ПЖ. Они же понимают, что здесь, ну, люди шкурой чувствуют, что здесь все, изя все про Путина, да. И им нужно как-то, чтобы там власть у них была стабильна, чтобы в случае чего раз, может, было окуклиться, ощетиниться и сказать, вы нас не трогайте, вы там между собой сами решайте, а мы тут вот сами с усами, да. А для этого, конечно, нужно, чтобы парламент у них был избранный, вот он свежий, да, президент или как он там сейчас. Называется у них тоже такой свеженький, все вот, все, вот только избрали. 99% проголосовавших там за все эти дела. Посмотрим. Росздравнадзор запретил продажу презервативов Дуракс. Ничего не понимаю вообще. Я понимаю, что Дуракс не отстегнул какому-то дядьке или какой-то тетике каких-то реальных денег. Ну, видно, что-то, может быть, они и не зарабатывают здесь реальных денег, поэтому не отстегнули, не получили какой-то цедул такой вот, который, значит, обеспечивает, ну, фактическая бумажка, как Филипп Филиппович говорил, то есть какая-то лицензия или что там, какое-то разрешение, там, ветпаспорт, что там они должны были получить, вот, они не получили, как Райкин говорил, да, анализы не в порядке. У меня в порядке, а у него не в порядке. Вот здесь тоже бумажка не в порядке и все. Самолет из Ларнаки не смог приземлиться в Петербурге из-за прилета Путина. Дмитрий тоже это подметил, я это и не знал. Он сказал, он вспомнил, что перед Новым годом, я говорил, что помешает путинский самолет кому-то, и будет беда. Слава Богу, беда не случилась, причем не случилось чудом. Вот тут официальные сведения, а еще неофициальные, что там вообще, представляешь, самолет кружился, кружился. Его, на самом деле, самолет кружили, не он кружился, а его кружили. Ему рассказывали, что сейчас-сейчас ты сядешь, да, и когда у него впритык оказалось горючего, то есть уже никуда на запасной аэродром он уйти не мог, да, ему сказали, что все, вариант все с никаких нет, давай где-то ищи. И они нашли в Таллине, представляешь, улетели в другое государство, чтобы можно было сесть с пустым баком, потому что все уже полный капец был, люди прилетели из Кипра, да, и в результате чуть, ну, Путину спасибо, что можно сказать. То есть он там, наверное, не торопился никуда, да, там же знаешь, как это происходит, то есть он лишь решил лететь. Воздушное пространство закрывают и все. А когда он там приедет, ну, вот сюда он опоздал на сколько, на 6 часов, да, ну, как ему зад поднимет свой, так и улетит, он что, по часам что ли летает. А там вот этим говорят, они откуда знают, когда он из Москвы прилетит, там лететь 40 минут. Поэтому воздушный пространство должно быть чисто, он еще не взлетел, а здесь же нет никого. Президент России Владимир Путин представит новый месседж для Европейского Союза, суть которого будет сводиться к фразе «Давайте забудем про Украину и вернемся к деловым отношениям». Об этом сегодня сообщил агентство Bloomberg. Да, вот такой вот он закинул. Такой, да пофиг Украина, давайте вот к деловым отношениям, вернемся нам-то еще, да. Вот и я думаю, что там сильно удивились. Вот это послание, месседж такой, да, который прошел по всем сейчас уже СМИ западным, он, наверное, всех так удивился, и так сказали, ну, надо же, ну, давайте про Украину забудем, потом еще про кого-то забудем. Про всех надо забыть, надо забыть про этого Литвиненко, да, с Полонием, там, про Сирию разбомленную, про Украину давайте забудем, что там, да, там можно загибать еще. Про них Путин, наверное, не вспоминает даже. Да, так что давайте про все забудем. А вот чувак, которого трудно забыть, если один раз увидел, вот он мне нравится, а куда на фотку-то делать, Господи. Вот его сравнивают, я вот этого персонажа не знаю, вот этот мультик я не смотрю, это сынок Чайки, а с кем его сравнивают? Питер Гриффин. Да, да, вот он такой, на Петербургском экономическом форуме, такой вот человек, клюв такой у него нормальный. Денег нет, но он держится. Клюет хорошо, он видать. А вот в 2010 году вот такой он был, и вот сравнили с 2015 годом, вот в 2010 году, вот в 2015 году, ну, что-то у него прогресс налицо, вот в 2016 году, ну, тут человек, видно, развивается, прям активно развивается, все нормально, что будет в 2020. Кстати, я не удивлюсь, если в 2020 году где-нибудь в Колымском лагере он будет выглядеть так же, даже еще более худым, чем в 2010, я даже совсем не удивлюсь этому. Хорошего человека должно быть много, как извините. Много, да. Так что вот такие дела. Поможем с диетами. Да, нет, ну, конечно, человеку надо помочь похудеть, это благородный поступок, у нас для этого будут, конечно, эти пляжи Индигирки и Колымы открыты, я думаю, так что у них милости просим, будем говорить. Будете у нас на Колыме милости просим. Есть, вот я придумал, это федеральная программа, смотрите, логика очень простая, есть курсы по снижению веса, но это очень известная тема, где людей, значит, в экстремальные условия, там, на всякие острова отправляют, люди платят бешеные деньги за это, они там чуть ли не личинками питаются, чтобы похудеть. А тут у нас импортозамещение будет, то есть мы будем проводить то же самое, только будем сбрасывать там их на какие-нибудь острова или там, я не знаю. Ну, какие, я говорю, ну, на пляже, там пляжи, остров русский, остров светлый. Нет, ну, русский, ты что, это, ты что, это, это действительно курорт, у нас есть северный ледовитый океан, вот побережье, представляешь, это сколько там, тысяч километров, представляешь, сколько пляжей. Так что все будет нормально. Только загорать, остается только загорать. Кудрин предложил способ остановить утечку мозгов из России. Слава, а что он есть-то будет у вас? А они уже поели, хорош, чёрт, уже наелись, чёрт, есть ещё, вы что, о чём говорите? Чёрт, Гаш, Кудрин... Сейчас. Кудрин предложил способ остановить утечку мозгов из России. Там цитату. Мы должны создать более комфортные условия для креативного класса, который сегодня создаёт новый рост и новые технологии, делает страну конкурентноспособной. Сегодня этот класс не очень комфортно себя чувствует. Какой креативный класс, где он его видел? Где он видел этот Кудрин, креативный класс? Чё человек этот несёт? Если это в 2007 году, может быть, был какой-то креативный класс, там из офисного планктона, как они его называли, а сейчас какой креативный класс? Сейчас средства производства принадлежат самым нищим, самый великий средств производства компьютер. Креативным классом являются пролетарии. У неё чё в голове, у этого Кудрина? Сейчас любой школьник из самой неблагополучной семьи имеет какой-то гаджет. Пусть поддержанный, но имеет. Вот креативный класс. Пролетарии сейчас креативный класс. И это впервые в истории человечества, этот чувак даже не понял. Вот они как заезженные пластинки. И эти заезженные пластинки, там Жириновский с Зюгановым 25 лет крутят, рассказывают всякую херню. И этот заезженную пластинку 10 лет крутят. Когда они прекратят? Они мозг даже не включают, им похеру вообще всё. Креативный класс. Какой креативный класс, Кудрин? О чём ты говоришь вообще? Стрельния Владимир Путин провёл встречу с экс-главой Франции Николя Саркази. Да. Вот встречался, я так понимаю, в расчёте на то, что Саркази станет будущим президентом Франции, а Путин новым президентом России станет. И тут они задружатся по новой. Вова, не фантазируй. Ну, не фантазируй. Владимир Путин может прибегнуть к антизападной риторике в том случае, если Россию отстранят от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро за применение допинга. Да, вот Financial Times рассказывает, что Вова очень сильно негодовал, когда пробы эти отпирали и так далее. Ну, потому что я понимаю, мы же говорили, единственное, что осталось, это какие-то спортивные результаты. И тут всё в жопу, даже это улетели, даже это обосрали. Всё, ничего не осталось. Представляешь? Вот помнишь тот пример, я всё время привожу, замечательный пример, когда первый день там упали русские витязи, упала чемпионка по пилотажу на Як-52. Там что-то всех убили, всех зарезали, куча народу самоубийством покончила, и наш, значит, ходок получил первое место в Берлине. Второй день, значит, что этот Саян-Шушенская ГЭС взорвалась, там всё упало, всех убили, всё, в общем, полная жопа, ходок прилетел в Москву, его встретили. Это вот третий день, значит, эти убежали в связи с аварией на Саян-Шушенской ГЭС, весь Абакан в горы ушёл, их там с гор снимают, что-то тут тоже всё упало, всё взорвалось. И вот, Медведев дал орден этому ходоку. И вот следующая новость, которую мы вот месяц назад у этого ходока все эти медали отобрали, за домик, всё. То есть, вот единственная новость была в те дни, когда падали самолёты, Саян-Шушенской ГЭС взрывал Сабакан, разбегался. Единственная новость была вот про этого ходока, да, и оказалось, что даже это обосрали. Ну, понятно, что он очень негодует. Вот пишут, что очень любит то, чтобы его сравнивали со Сталином. Сталин нашёлся. Сталин наших дней. Даже вот, 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 что тут можно по этому поводу сказать Сталину. Как я помню, у меня в армии служил товарищ один. Вот, но он там что-то закашивал, закашивал, и потом так и уволили. Уволили в запас с какой-то там статьёй. И вот он, мне кажется, он специально это всё делал. Как-то проводит политзанятия, и он на политзанятиях так вот сидит и набьюст Ленина. Тот на него смотрит, и вот они смотрят, наверное, час друг на друга, и вдруг запалит, не выдерживает и говорит, Рим, ты почему на Ленина смотришь? Ты Ленина не видел, вот это, вот это, Сталина не видел. Путин, ты Сталина не видел, блин. Лавров, выступая в Госдуме, попытался уговорить депутатов, что санкции против России – это результат заговора Запада, и они не связаны с агрессией в Украине. Да, никак не связаны с самолётом Б-3, помнишь это, в этом, хвост виляет собакой, да, и это никак не связано с самолётом Б-3. Да нет никакого самолёта Б-3, ну, правильно, это никак с него не связано. Так и здесь, это вот полный чушь, то есть Лавров такой же боевой клоун, как и вот эти, то есть он должен выходить и что-то рассказывать такое, как вот в хвост виляет собака, и чтобы все начали под строчками искать, о чём он говорит. Ну, вать-то понятно, о чём, о злом Обаме, который там весь мир поднял, чтобы победить доброго Путина, блять. А все остальные там тоже там, чё же он там имел в виду, на чё же он намекал, артисты. В СПЧ возмущены быстрым судебным процессом над фанатами из Российской Федерации. Тут пишут, я не ходок, я чё-то, я думаю, что сейчас будет звучать вот так, что тут уже не ходоки, а доходяги. Были ходоки, стали доходягами. Да, в СПЧ очень сильно удивились. Кстати, мы тоже удивляемся как-то. Там реально осудили, что ли, да, этих фанатов троих? Да, но я так понимаю, Дарьим, по крайней мере, писали со ссылкой на европейские СМИ, то, что Дарьим от одного до двух лет реальных сроков. И, в общем-то, да, собственно, сам процесс, он шёл крайне быстро, скажем так. Вообще, на самом деле, очень удивительная ситуация, потому что, если наши российские фанаты, ну, в частности, те, которых судят, ну, давайте говорить очевидные вещи, далеко не самые приличные люди приехали в чужую страну заниматься далеко не самыми приличными вещами. Их там, значит, поймали, осудили и посадили, и Европейский суд по правам человека возмущён. А если достаточно приличные люди занимаются достаточно приличными вещами, но у нас их здесь убивают, сажают, пытают, что угодно с ними делают, почему-то про Европейский суд по правам человека мы ничего не слышим. Вот парадокс. То есть нужно быть каким-то негодяем, ехать в другую страну и там беспределить, чтобы Европейский суд по правам человека возмутился. Причём в вашу сторону возмутился. Ну да. Только в данном случае это был не Европейский, а Российский суд по правам. Не, а там Европейские суды тоже что-то уже возникли. Там сейчас эта волна идёт в возмущении. Елисеев и Сурков провели переговор в Минске под эгидой нормандского формата. И что меня удивляет, что Суркову везде там, и в том числе украинская пресса называет правой рукой Путина. Сурков давно уж никакая не рука и даже не палец, да. Кусок ноги. Да, да и какой ноги. Может быть пальчик, мизинчик, да, мизинчик на ноге. Вот. Не более того. И я так понимаю, что они связывают с ним какие-то особые вещи с Сурковым. Вот он поехал проводить переговоры, значит там что-то будет не так. Не, он... Всё то же самое, всё как всегда. То есть это не человек, который принимает решение, чтобы они понимали. Если они думают, что Сурков принимает решение, они заблуждаются. Он не принимает решение. Он их ретранслирует. В России прогнозируют тяжёлые времена для Газпрома. Да, видишь какой ужас. То есть... Не, ну, чё тут прогнозировать. Цена на газ падает. Она будет ещё падать, независимо даже от цены на нефть. Потому что газа становится очень много. Потому что какие-то сжиженные газы кругом толкают. Австрия продаёт газ дешевле себестоимости. Какие-то вообще вещи невообразимые совершаются. Австралийцы, вернее, да. Австралия. Вот. Канада. Этот сжиженный газ тоже везёт к какой-то смешной цене. Норвежцы сейчас тоже будут этим заниматься. Потому что, ну, люди будут демпинговать. В Израиле открыто месторождение. И теперь Израиль будет ещё этим заниматься. Ну, чё тут? Мафия вынуждает России направить нефть в азербайджанскую трубу. В Дагестане. Вот мы говорили, что в Дагестане определённые процессы. И вот западные СМИ в том числе пишут про то, что там вот некая мафия дагестанская, она, значит, ну, ведёт бой за нефть и так далее. На самом деле, вот, насчёт мафии я бы, ну, немножко бы изменил риторику, да. Это не мафия, это дагестанская элита, так её назовём. Они не понимают, что, в общем-то, с точки зрения, ну, западные – это тождественные понятия. Ну, в Дагестане там нет мафии. Там все мафии. Как в России. Только одни официальные там в погонах, другие там где-то по лесам бегают и так далее. И, в общем-то, там всё это пальцы на одной руке, так скажем. То есть, это те самые руки, которыми определённые люди загребают. И очень у них хорошо это получается, поэтому нет там никакой мафии. А что хотят иметь с нефти, ну, безусловно. Ну, что же они смотрят там, эти ребята всякие, Путины, Миллеры, там, Сечины и так далее, имеют с нефти. Они-то почему не должны иметь? Они же люди простые, понимаешь, они не либералы, которые там сидят, что-то рассуждают, как правильно, как неправильно. Они ни о чём не рассуждают. Ну, эти крадут, и они будут красть. Эти грабят, и они будут грабить. Вот так они рассуждают. Сечин объяснил необходимость высоких зарплат в Роснефти. Ну, конечно. Вот Сечин объяснил, а там в Дагестане это поняли, что они говорят, ну да, ну ради бога, ты там в Роснефти, а мы здесь шуровать будем. Он говорит, что там у него такие специалисты работают, которые нарасхват, а не эти специалисты. А поэтому надо им платить, чтобы они на Запад не ушли, и чтобы они там давали какие-то сверхприбыли невообразимые. На самом деле, вот, он говорит о том, что надо уравнять с Западом. Ну, Роснефть не на Западе в России. А почему бы другой вариант Сечину не посмотреть? А почему бы не уравнять с Россией? Как-то, ну, наверное, справедливо. Нет, нет, давайте уравняем пенсии, зарплаты. Да, 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 это согласен. А потом уравняем Роснефть, да. Еще вот у меня интересный вопрос такой, ладно, вопросов нет. Какие-то топ-менеджеры там за деньгами могут уехать куда-то в Калифорнию? Вопросов нет. Но ты-то, Сечин, ты же наш патриот, ты же нас не покинешь. Откажись хотя бы от своей зарплаты, сделай ее более-менее человеческой. Или что, у тебя там какие-то раздвоения личности какой-то, то есть у тебя есть какой-то альтрего, который тебя тянет на Запад, но ты его успокаиваешь, загребая деньги себе на зарплату, ты его успокаиваешь. А если ты будешь меньше денег получать, то ты его десантируешься куда-то. Да, то ты десантируешься в Калифорнию, и патриотизм в тебе закончится. Он как голум. Да, точно, точно, он как голум из «Властелина колец». У него две сущности. Хозяин нас любят. Хозяин нас любит. Фу, бля, гадость какая. Не, на самом деле, ты говоришь, что он там альтер-эго его куда-то перетягивает. А если оно его перетянет, то он там будет как раз жить в тех же условиях, в которых основная масса в России проживает. Потому что он там копейки не заработает этот сечен. Ну, может, если пойдет военным переводчиком только, которым он там работал. Слава Потапенко задержали. Что-то мы вот эту информацию услышали, и она уже и опровергалась 10 раз, и подтверждалась. И вроде как Потапенко говорит, что ничего его не задерживали, он там лежит, отдыхает дома. Но будем следить за информацией, если какая-то конкретная у вас информация есть, со ссылками на кого-то, на МВД или на Потапенко. Не, ну, что на Потапенко будут наезжать, это, безусловно, тут как-то... Ну, в каком виде это будет? Я думаю, что это будет в виде каких-то профилактических бесед. Хотя, что с ним беседовать? Я думаю, что... Наверное. Наверное. Ну, не знаю, может быть, там дадут задание. Понятно, что есть категория людей, с которыми бестолку какие-то беседы проводить, и там это прекрасно знают. Силуанов предложил отказаться от части бюджетных обязательств. Ну, да, отказаться от части бюджетных обязательств, это вот как-то так по-изуитски, да? То есть, ну, там, сократить пенсии, по-другому это называется, сократить зарплаты бюджетникам, что еще там, какие бюджетные, там, ветеранам, чернобыльцам там и так далее. То есть, что-то сократить, это вот отказаться от части. Не все, нет, не все, только часть. И он говорит, сейчас сложный период, когда мы должны от чего-то отказаться. Вот мы абсолютно согласны с Силуановым. Надо отказаться от Силуанова, Путина, там, и всех этих остальных. Сечина. Сечина, да, Ротенбергов. Вот, да, нам придется либо отказаться от пенсий, от стипендий, от зарплат врачей, учителей, либо отказаться от этих ребят. То есть, каждый должен выбрать сейчас, вот, что для него важнее. Вова Путин. Я думаю, что если Федорову сказали, который там очень сильно агитирует за Вову, если ему сказали, Федоров, надо отказаться от зарплаты, там, от всего-всего-всего, или отказаться от Вовы Путина, я думаю, он его бы слил в одну секунду, сказал, нате собаки, кусайте мой хвост, сразу бы, самый первый. Еще вот у меня вопрос такой, вот, может быть, кто-то сейчас критиковать меня будет за это. Запросто. Да, запросто, но не вопрос. Вот у нас предстоит чемпионат мира по футболу в 2018 году, на который в очередной раз потратит какие-то немыслимые деньги, как мы это видели в Сочи, да. И, в общем-то, последствия Сочи мы до сих пор разгребаем, мы еще будем разгребать, наверное, лет 10. Вот у меня вопрос такой, я понимаю, что есть там какие-то очень ультрафанаты футбола, я сам очень любил футбол, но вот у меня вопрос, если по чесноку говорить, вот если сейчас нам скажут, давайте откажемся от пенсии, давайте откажемся от материнского капитала, от каких-то пособий тем же чернобыльцам, инвалидам, пенсионерам и так далее, или мы откажемся от чемпионата мира по футболу 2018 года, вот если по чесноку с каждым жителем референдум такой провести, то мне интересно, какие будут показатели, но что-то мне подсказывает, что все-таки людям кушать-то хочется больше, чем на футбол смотреть. Ну, логично, но в то же время ведь можно и не отказываться от футбола, я говорю, отказаться достаточно от Путина, Ротенберга, Пусечина. Нет, но я имею в виду в их понимании, то есть, как бы даже если мы представляем, что они все остаются, но у нас что, нет других излишков, от которых можно отказаться, кроме пенсии, зарплаты, пособий? ФРС ухудшил прогноз на 2016 год по росту ВВП США с 2,2% до 2. Блин, представляешь, что теперь? Кошмар! Сейчас, наверное, расскажет этот Соловьев с этим, с Киселем, что все капец США. Знаешь, сколько 2% ВВП США? Нет? Не знаешь. Это весь бюджет Российской Федерации со всеми этими программами и так далее в хорошие годы, в хорошие годы, со всеми национальными проектами за год. Это вот 2% ВВП США, можете себе представить. Говорят, ну вырастет на 2, ну на бюджет России там вырастет, да. Тут рассказывают, что это же манну небесную они нам дали, вот эти вот суки, да, там. А там всего на 2% вырастет. Да, вот ВВП, ужас. Нет, ну это потрясающе. Причем, действительно, это подается так вот. Без закона тоже здесь, о котором я сегодня говорил. То есть, это не с поставимыми цифрами дается. Это как-то вот специально здесь российский. То есть, там все плохо, здесь так все классно просто. Дальше некуда. Кэрри заявил, что терпение США по вопросу Асада заканчивается. Ну да, он требует его к ответственности привлечь. Ну, будем надеяться, что оно скоро закончится, терпение. Потому что что-то оно 3 года уже заканчивается. Если мне не изменяет память, ну как-то это вот... Затянули. Да, так, у нас время. Давай что-нибудь тогда ответим на какие-то вопросы такие. Ну, давай, ладно, быстро пробежим. Потому что у нас закрытая встреча Далай-Ламы и Обамы прошла. Ну, в общем, интересно. То есть, видишь, Обама, независимо от того, что Китаю сильно не нравится, решил встретиться с Далай-Ламой. Ну, я могу сказать, молодец. И вообще, я всегда как бы нормально относился к буддистам. И мы очень хорошо к Далай-Ламе отношусь. Потому что, ну, это реально приличные люди. То есть, они реально не хотят ничего плохого. Да, и вот в споре между Китаем и Тибетом, конечно, я полностью на стороне Тибета. Абсолютно. А что они могли обсуждать? Ну, как они что могли обсуждать? Они хотя бы встретились, и это уже для Китая такое в одно место, значит, затычка. Потому что сейчас там будет в войне столько по этому поводу, что злодея Далай-Ламу привечает Обама, там туда-сюда сепаратистские настроения порождает в Китае. Они могли обсуждать Тибет. И какие-то шаги вообще США, мировой общественности в отношении Тибета. И это очень неплохо, если это будет. И вообще, как бы у Китая, мне кажется, должно в ближайшее время... Либо у Китая возникнет очень много внутренних проблем, либо у нас будут очень много внешних проблем. Вот Вова вообще головой не думает на эту тему. Абсолютно. Ну, мы придем, власть возьмем, вот, в общем-то, немножко поумнее. То есть, мы такого не допустим. У Китая будет много внутренних проблем. Это я обещаю. Чтобы у нас было как можно меньше внешних. У нас сейчас чуть больше 4 тысяч лайков. Так что я вам напоминаю, что отвлекитесь от своих дел сейчас. И поставьте свой лайк. Внесите свой вклад в развитие нашего канала. Это поднимет нас топы Ютуба и поможет распространить видео. И привлечь новых соратников. Поэтому 800 человек, 800 лайков, это совершенно для нас небольшая проблема. При условии, что только в непосредственном онлайне у нас сейчас 4 тысячи человек. Еще, наверное, тысяч 10 нас слышат с небольшой или большой задержкой. Поэтому, как бы вы нас не смотрели, отвлекитесь. Не 4, больше 8. 8, 8, конечно, 8 тысяч. Поэтому отвлекитесь, поставьте лайк. Давайте добьем до 5 тысяч второй день подряд. Чего больше 8 смотрят? В непосредственном онлайне. Да, сейчас вот остановим и окажется, что вчера было 23 тысячи с чем-то. То есть, сразу останавливаюсь, сразу после этого 23 тысячи. То есть, фактически 23 тысячи. Нет, но я говорю, в записи еще с задержкой небольшой. Ну, они все равно через минуту это услышат, что мы говорим. Да, ну, а лайки-то они могут поставить. Могут, конечно, я и говорю поэтому. Это не так, что там, говорит, вот 8 тысяч, половина из них поставили лайки, 4 тысячи. Это не так. На самом деле 23 тысячи. Надо, кстати, можно даже после эфира сделать прям непосредственно после эфира скриншот. Вот этого YouTube аналитик, да, который нам выдает. И, в общем-то, мы можем, например, ВКонтакте повесить для всех вот этих людей, которые пишут, что у нас здесь 8 тысяч, из которых 5 тысяч от ФСБшники из разных регионов. Есть такое мнение. Ну, наверное, тогда у нас 20 тысяч ФСБшников и 3 тысячи слушателей. Мне нравится там эту галочку и написали за Ктулху. Такие какие. К вопросам перешли? Да, сейчас, подожди, что-то еще у нас. Смотрю я. Такие какие-то новости, которые. Ну, это реально то, что пресс-служба ВКонтакте подтвердила сотрудничество со спецслужбами. Да, это, конечно. И причем там процитирует очень важная цитата. Не вопрос. Что они очень любят спецслужбы, вообще в попу их целуют, это, что спецслужбы самые честные, справедливые и защищают государство и граждан. Вот что у человека в голове, который говорит, что спецслужба защищает государство и граждан. Если они защищают государство, это уже получается оксюмарон, да? Если он защищает государство, то государство давит граждан, да? Вот он, защищая государство, давит граждан. Поэтому защитники спецслужбы, это такой, вот я говорю, это оксюмарон такой, защитник спецслужбы. Такой белый негр. Пресс-секретарь социальной сети ВКонтакте Евгений Красников, или Красников его зовут, Красников, наверное, сказал следующее. Как гражданин своей страны, он верит в то, что российские силовые структуры, которые, к слову, имеют неограниченный доступ к личной информации пользователей ВКонтакте, делают это исключительно во благо и для защиты государства. Вот тут-то ему остановиться нужно было, и все было бы логично. Но он еще пишет и его граждан. Но то, что для защиты государства, мы не сомневаемся, а вот с гражданинской... Путинского государства. Да, конечно, естественно. То есть не той формы конституционной, которая была даже еще в 90-е годы, а той вот абсолютно беспардонной, которая сейчас существует. То есть авторитарного государства антиконституционного, которое сейчас существует на территории России. Пошла я спать, мне завтра целый день хлеб выпекать. Серьезное занятие. Да, но это самое серьезное, на самом деле, занятие печь хлеб. Потому что это очень важно. Человек нам вчера писал, что будет сдавать ЕГЭ по истории. Отпишись, мы нервничаем, мы не спаримся. Как ты сдал? Ну, видимо, хорошо, раз ты отписываешь. Будем надеяться. Вопрос. Вы часто говорите, что экономика – это лженаука. Почему? Не вся экономика – лженаука. Я говорю, тот вариант экономики, который сейчас рассматривается, который продвигается кудринами и так далее. Несколько вопросов, которые я вам задаю. Сразу, чтобы вы мне сами ответили, лженаука или нет. Все страны мира должны 100 триллионов долларов. Вопрос один. Кому? Кому? Назовите мне. Рептилоидом они должны, инфекцитоидом, масоном, жидомасон. Кому они должны 100 триллионов? И так далее. И вот я могу загибать пальцы до бесконечности, задавая эти вопросы, на которые нет ответов, потому что все, что построено с точки зрения современной экономики, оно не выдерживает никакой критики даже в сравнении с пирамидой Мавроди. То есть пирамид Мавроди более честная структура, получается, чем современная экономика. Поэтому тут, ну, вы же сами это видите. Нас постоянно накалывают каждый день. Мы видим абсолютное несоответствие. Не работает ни одна экономическая модель, да, та, которая, ну, так сказать, продвигалась еще Адамом Смитом. То есть количество денег там должны соответствовать количеству богатства. Такой диссонанс денег сколько хочешь. И каждый банк сколько хочешь этих денег напечатает. Да, надо столько напечатать. То есть столько, сколько долгов, столько и денег. Но это же бред, ребят. Такая экономика не может работать, в конце концов. Все, это как звезда, да. Она потом, как это называется, когда она внутрь схлопнется. Да, вот это вот, как это слово. Ну да, нет, вот когда она схлопывается внутрь. Да, ну раздувается, раздувается. Вот так с экономикой должно случиться неминуемо. И что тогда будет весь мир делать? Друг друг жрать, чтобы с голоду не подохнуть. То есть экономика что нам обеспечивает? Она нам обеспечивает нашу жизнедеятельность, производство и так далее. Сейчас вот, представляете, все это рухнет. И что тогда делать? То есть у нас на лженауке построена объективная реальность. Объективный мир, который не лже, который существует. Вот там бутылка воды стоит у меня на столе. Вот она реальная. А вся реальность этой бутылки вытекает из совершенно непонятной, ни для кого экономики. Вот те люди, которые раздувают щеки кудриные всякие, делают умное лицо и рассказывают, что они очень здорово понимают, разбираются в экономике. Нифига они ни в чем не разбираются. Если бы они разбирались, то постоянно бы в кризис ее не загоняли. То есть это вот автомобиль, у которого нет развала, исхождение. То есть ты кручешь руль в одну сторону, он едет в другую. Причем совершенно непонятно сейчас в какую он сторону поедет, но они делают вид, что у них все нормально. По этому поводу очень хороший мультфильм. Можно посмотреть, я долго рассказываю. Лучше Южный парк. Как этот называется? Маргарита Виль серия называется. Как? Маргарита Виль. Да, когда Кайл, как Христос, принял долги всех на себя, а правительство решало вопросы экономические, каким образом отрубало голову курицы, бросало ее на пол, а там разлинованы были квадратики. Что нужно сделать? Инвестировать туда-то, то-то, то-то. Ну, какие-то определенные позиции. И вот тот квадрат, на котором умирала курица, то они и в дудку дают. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, курица бегает, сдохла. Все. Вот мы будем делать это. Это сто процентов. Назовите три главных врага революции. Три главных врага революции? Я не знаю. Сейчас у меня такое ощущение, что у революции вообще нет врагов. Это, кстати, очень плохо. Потому что друзей революции я могу сразу назвать. Самый главный двигатель революции – это Вова Путин. Это основной. Не было бы Вовы, мы бы никогда революцию не сделали. То есть, он за нас делает работу так, что вообще... Я просыпаюсь с утра, смотрю, что Вова еще сделал. Думаю, е-мое, он еще приблизил, еще приблизил. Какой молодец, Вова, представляешь? То есть, сложно мне даже сказать. Но, может быть, наверное, там большая цена на нефть, хотя тоже не факт. Не знаю. Я не вижу таких врагов, которые... Какая-то нацгвардия, тоже не факт. Половина нас поддержит сто процентов. А вот у меня есть предложение. Три главных врага революции – глупость, наивность и страх. Да, но глупость, наивность и страх в то же время являются нашими сторонниками. Потому что определенные люди в правоохранительной системе из-за страха не будут принимать никаких мер относительно революционеров. Определенных глупцов можно прокатить, как с Праймерис, который мы влезли туда в тот момент, когда глупые люди хотели разрушить пар нас. И там отобрать кастрюлю у Касьянова. Но мы их обвели вокруг пальца. Так что это тоже наши сторонники получаются. Ну и так далее. То есть здесь вот как в айкидо. Как ни крути, все твои противники, они твои самые лучшие учителя. И твои сторонники. Потому что они дают тебе свою энергию. Они пытаются тебя ударить. Так бы ты ничего не смог сделать. А ты раз так энергию перенаправил. И все так хорошо получается. Сразу приятно. В тему экономики тебя сразу спрашивают. Вячеслав, что вы думаете об этой вечной теме краха доллара вместе с американской экономикой? Ну вот давайте говорить откровенно. Американская экономика. 17 триллионов. Причем все эти 17 триллионов стоят на водородной бомбе. Да, у нас кроме водородной бомбы ничего нет. А у них еще 17 триллионов ВВП. На колоссальном промышленном потенциале. И самое главное. На колоссальном информационном потенциале. То есть на всех этих силиконовых долинах. Соединенный Штат на сегодняшний день доминирует. Мы никуда не демьемся. И самое главное доминирует с точки зрения информационного мира. Да, там Китай что-то пытается подтянуться. Ну, Китай это очень тяжко получается в связи с тем, что у них интернет заблокировано. Ну да, да. Вот ты видишь, ты прав. То есть там нет неких свобод, которые дают возможности в США. Это же необходимо именно для развития. И Китай очень сильно зависит от того же самого доллара Соединенных Штатов. Представляешь, то есть вот парадоксальная ситуация. Вроде главным оппонентом является, а в то же время колоссальная зависимость. Потому что товар-то он не за юаней продает. И основной покупатель товаров Китая, это Соединенные Штаты. Будь здоровы. Спасибо, спасибо. И если проблема с долларами, значит это проблема с экономикой Китая. Вот так они завязаны. Ну, не будут китайцы продавать Соединенные Штаты цветы. Они с голоду подохнут. Вот им не на что будет купить хлеб. Хлеб не на что. Кукуруза, хлеб там и так далее. Рис тот же самый. Не на что будет купить. Поэтому процветает так образом. На самом деле, конечно, они огромное количество цветов производят и продают в США. Но они и огромное количество электроники, шерпотреба, всякого товара в первой необходимости туда везут. Главный покупатель США и весь здоровый-здоровый Евросоюз. Так что вот тебе говорят, будь здоров. Так, что у нас? Вячеслав, на территории России власти могут заблокировать в YouTube видеохостинг-карт подготовка по причине экстремизма, но этого не делают. Видимо, ФСБ пополняет базу данных ваших сторонников. Жаль. Вот я специально не стал читать и отвечу тем же самым, чем ответил до этого. Это же интересно. Глупость, наивность и страх. Все наши сторонники, во-первых, абсолютно 100% уже находятся в базе данных ФСБ и ничего с ними от этого не случилось. Не, ну и в базе данных ФСБ находятся все вообще, кто есть в Российской Федерации, потому что пишут все разговоры и так далее. Ну, кто ничего не делает? Ну, конечно, они ничего не делают по той простой причине, что они занимаются главным своим делом зарабатыванием денег. Накером. Какие-то сторонники, что-то они вообще о чем думают? Они думают о том, что власть Путина продержалась вечно. Да вот спроси любого ФСБшника, он тебе в лицо рассмеется. Как к нам вчера приходил тут человек определенный, да, и рассказывал, что те КГБшники, которые приезжали с Медведевым, смотрят артподготовку. И что они говорили, Мальцев с нами, там, ура, вперед, давай, там, на Лубянке тоже есть приличные люди, там, мы разнесем путинских и все такое прочее. Это люди, которые Медведева охраняли. Так что мы про все это знаем. И если будут какие-то палки в колеса вставлять нашим сторонникам, я думаю, мы будем первыми, кто узнает об этом. И поскольку мы об этом не говорим, значит, этого просто еще не случилось. И все-таки мы настаиваем на то, что не могут заблокировать нашу. Нет, Ютуб не могут заблокировать 100%. Они как могут заблокировать? Они могут заблокировать, получить решение суда и заблокировать конкретную передачу. Вот сейчас я прошел, отвечал, они ее повесили, Ютуб, эти обратились в суд, на третий день суд вынесет решение. Все уже передачу посмотрели, вот она будет заблокирована решением суда. Они пойдут со следующей передачи и так далее, и так далее. Ну вот они, если будут так блокировать их на третий день, канал не могут. Могут передачу заблокировать, ну ради бога. Пусть блокируют, я буду очень рад. То есть каждый третий день они у меня что-то будет блокировать. Представляешь, сколько будет просмотров. И перезаливаться. Я не знаю, как долго вы вещали на Джастин ТВ. А я не знаю, полгода что ли, потом на Юстриме. Полгода, наверное, на Джастин ТВ вещали. Мальцев похож на своего земляка Олега Табакова. Толковые мужики. Кстати, не первый раз уже вас сравнивают. Олег Павлович, я знаю. Я помню году в 99, да, в 99, он приезжал сюда, значит, с женой своей. Ну, он наш земляк, да. И такой момент произошел очень забавный. Я говорю, что вы куда, Олег Павлович? А что там нужно было сделать? Он говорит, да я вот хочу на кладбище съездить к родственнику. Я говорю, да вы не волнуйтесь. Ваш отъезд на кладбище мы организуем. Мне надо. Я буду так смешно очень получил. Я помню, тост поднял... Ничего не буду говорить. Ну, давай, давай. За колокольство. Тост поднял, интересный был в... Ну, в театре, Карл Марс, как он сейчас? Театр драмы называется, да? И вот он с Галко был, где он Толерана играет, а Галко – фуше. Это ужин вдвоем, что ли, называется спектакль. Ну, замечательно. Я наслаждение просто получил. И вот после этого, ну, там директор этого театра накрыл стол по рюмке чаю выпить. И что-то Табаков хотел приятные слова мне сказать. И говорит, вот, я, говорит, хочу выпить за тебя. И, говорит, как Ираст Павлович, говорит, нас, Гарин, напутствовал, говорит, молодых актеров. Говорит, мы выходим на сцену. И он, говорит, смотри, не насри. И, говорит, возвращаешься отсюда. Ираст Павлович, как? Ну, насрал. И он, говорит, он же изображает очень хорошо, все поднял, просто говорит, смотри, не насри. Я говорю, ну, вот, не знаю, ну, насрал, не насрал. Так что Табаков – Крым наш. Ну, на самом деле, много народа, которые Крым наш, и вы понимаете, если тогда это было мерило, вот, там, два года назад, да, то сейчас это уже не мерило, потому что это куда-то уже кануло в лето, и у многих, которые были настолько Крым наш, что там, мам, не горюй, мы рассказывали про женщину, которая с сестрой поссорилась, которая во Львове живет, говорит, она бендерка, там, туда-сюда. А Путин молодец. Вот сейчас она не сильно Путина любит. Вернее сказать, она его называет самыми последними словами, как в Шалуди его пса не называют, а с сестрой помирилась. Так что, вот, Крым наш – это такое острое заболевание, которое проходит быстро у многих. Ну, многих прошло. Так что… Так. Что там у нас? Силанов желает перенять опыт Новой Зеландии, когда гражданин сам себе копит на пенсию. Чем обосновано это желание и какова будет ваша пенсионная программа? Мы говорили уже об этом. Да мы говорили. Какая пенсионная программа? Вообще о чем речь? Пенсионная программа имеет значение там, где, в общем-то, нет прямой демократии и где жесточайший капитализм. Да, там имеет значение вот это, какие-то пенсионные программы, кто-то что-то скопил. На наш взгляд, в общем-то, страна в состоянии оплачивать всех пенсионеров, абсолютно всех. Ну, если даже мы введем инфляционный налог и не будем собирать, да, никаких налогов, то за счет инфляционного налога мы можем уже содержать и пенсионеров, и врачей, и учителей, и всех остальных. Мы об этом рассказываем. Это, конечно, не, так скажем, не стопроцентный вариант. Возможно, какие-то другие формы. Но представьте себе, вот я говорю, в России десятая часть ВВП – это бюджет. А если бюджет был пятой частью ВВП, ну что, нужно было бы собирать эти копейки, что ли, с пенсионеров, с инвалидов, со всех остальных. Так как они нужны, эти копейки? Это мелочь в сравнении с тем, что уходит вот этим друзьям, которые, там, сечены, да, которым надо нормальные денежки получать и нормально питаться, чтобы вот таких хари разъедать, как мы уже показывали. Так, ну что, все у нас? Да. Так. Да, и у нас сегодня мы в очередной раз уверенно взяли отметку в 5000 лайков. Но, в общем-то, мы призываем к чему? К тому, что это должно стать нормой, без наших каких-то напоминаний, призывов, рекордов и так далее. То есть, 5000 мы сейчас должны брать в каждом эфире. Второй раз мы это делаем, ничего в этом невероятного нет. Поэтому давайте сейчас на этой площадке, скажем так, на этом уровне остановимся. И, в общем-то, ну не то, что остановимся, но, в общем-то, будет это у нас такое… Закрепимся. Закрепимся, вот, абсолютно правильно, закрепимся, а дальше, в общем-то, дальше лучше будем надеяться. Слава, передай привет Австралии. Передаю всем привет. Все Австралии, всем австралийцам, русским, которые там находятся, русскоязычным, которые… Всем кенгуру, тасманским львам и всем, 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 всем. А там тасманские львы-то, они есть, остались, они нет, эти, как они, тигры, тигры, тасманский тигр, который сумчатый тигр, да, тасманский, не лев, тигр. А то он сейчас скажет, Мальцев опять все перепутал, ну, бывает. Сумчатый волк, который… Нет, сумчатый волк, да, там еще сумчатый тигр был. Ну, я так понял, что их уже все, кердык. А жаль. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 505 дней и час. В общем-то, что там еще нужно было сказать? Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш запасной. Нет, про волонтеров, Диму, нет, про волонтеров не сказали. Я хотел сказать. В общем-то, дорогие друзья, кто еще не в курсе, Ну, у нас предстоят выборы, мы об этом уже достаточно много говорили. И, в общем-то, у нас под видео есть в описании ссылка на электронную почту. Нам сейчас нужны волонтеры, те или иные. Задач будет очень много, они будут совершенно разнообразные. И, в общем, и сегодня писали, что люди хотят быть наблюдателями на выборах. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наблюдатели были наши идеологические сторонники, чтобы они не могли там с кем-то договориться или что-то еще. В вас мы уверены. Поэтому мы вас призываем активно участвовать в выборах. Не только, в общем-то, наблюдателями, в разных ролях. Для этого у нас есть электронная почта под этим видео. Вы можете туда написать. Пожалуйста, указывайте свой город. Напишите, что желаете поучаствовать, быть волонтерами на выборах. Ну, и, в общем-то, мы вас проинструктируем. Сейчас уже достаточно много людей, несколько сотен, я думаю, с полтысячи уже есть людей, которые нам написали. Мы все сообщения принимаем, структурируем, поэтому... Не важно, в какой вы партии стоите. Нам нужны именно сторонники. Да-да-да, здесь даже и партия, и местоположение ваше, оно не столько важно, потому что, сами понимаете, выборы федеральные, они сейчас будут, ваша помощь нужна везде. Даже за рубежом, потому что там тоже в различных дип-представительствах будут избирательные участки, и там тоже нужны глаза. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.